всем добрый день не знаю как вы так привыкла ко всякой фриме и другим вот сливкам которые не сливки что была очень удивлена когда увидела вот такой продукт сливки сухие быстро растворимые натуральный продукт из коровьего молока если честно я подумала что это так только рекламный ход поэтому сразу стала читать состав состав быстро растворимые натуральные сливки из коровьего молока состав натуральное коровье сухое молоко натураль натуральные коровье сухие сливки сахароза действительно нет здесь не пальмового масла не других растительных масел все очень так здорово срок хранения 6 месяцев производитель аксуд это киргизия киргизская республика вообще-то мне не меня не удивляет потому что мне нравится их продукция стоит 520 тенге 250 грамм посмотрим что внутри вот только не написано нас как разбавлять и поскольку класть в чай наверное по вкусу посмотрим придется пересыпать в баночку потому что это здесь многоразовые застежки нет цвет молочный раньше сухое молоко она даже на ощупь чувствовалось что это сухое молоко да вот тот самый как бы хруст такой и запах был сухого молока да пахнет как сухое молоко уже сколько времени не попадалось мне такое но запах этот я помню хорошо попробую развести то сухое молоко настоящее можно было развести получить как настоящее но было я даже не знаю сколько попробуем развести и посмотреть в жидком виде вкус наверное горячей водой надо разводить в холодный навряд ли раствориться попробуем развести в горячей ничего не сказала вкусе попробовала вкус такой же как у сухого молока которое было в советское время а еще похоже на детское питание тоже также из советского времени сейчас детское питание от молочное сухо сухое питание оно не такое потому что в него добавлено там рыбий жир добавляют еще какие-то микроэлементы а то советское детское питание для детей было именно вот такого вкуса вот почему дети его ложками то ели в сухом виде потому что она была вкусная и она вот это вот именно вот это она чуть сладковатый вкус у этого сухого молока посмотрим как она разводится я воду нагрела посмотрим если комочки вода не закипела но она кипяченая вода ну и не стало ее до кипения доводить просто нагрела примерно до 50 градусов так вроде комочков вот чуть-чуть остаются комочки вот видно да но я думаю они размешаются вот я на стакан положила здесь меня 200 миллилитров вмещается в эту емкость в эту кружечку я на кружку положила три чайных ложки сухого молока а это сливки это не молоко это сливки такое чувство как будто там сахар есть хотя составе я читал а сахароза тут есть сахароза значит точно сахар есть и так что чувствуется вот положила я здесь три чайных ложки как я сказала очень хорошо чувствуется можно наверное даже сахар не добавлять если здесь написано для кофе и чая думаю наверное сахар не нужен кофе я не пью попробую добавить цикорий правда цикорий я заливаю сначала насыпаю цикорий потом заливаю ну попробуем так сделать не знаю размешается нет в жидкости вроде размешивается вообще цикорий нужно сначала насыпать в чашку цикорий сахар сухое молоко только потом заливать горячей водой если сделать наоборот долгое размешивать приходится ну какой запах хороший не люблю я сухое молоко вот это современное который в котором в составе которого нет вообще никакого сухого молока если я его покупаю только для выпечки так размешалась размешалась так ну что пробовать будем для чая и кофе вполне подойдет вкусно пенка вот такая получается вот с пенкой это вот такие сливки если мой отзыв оказался вам полезен ставьте лайк подписывайтесь на мой канал до новых встреч charts 18 50 л 80 Продолжение следует...